Миндальный торт это классический рецепт десерта. Он отличается особенным ореховым вкусом и ароматом. Это простой рецепт домашнего торта на основе миндальной муки. В нем нет ничего лишнего и готовится он совершенно не сложно. Начнем готовить. Промываем яйца с содой. Разделяем белки и желтки. Следим внимательно, чтобы желтки не попали к белкам. Иначе мерингов взбиваться не будет. Продолжение следует... Продолжение следует... К белкам добавляем щепотку соли и взбиваем миксером. Добавляем ванильный сахар или ванилин. Не прекращая взбивать и добавляем сахар. Возбиваем до полного растворения сахара. Добавляем миндальную муку. И очень осторожно лопаткой перемешиваем снизу вверх. Добавляем trenches. Наше тесто разделяем на три ровные части и выкладываем на пергаментную бумагу. С помощью кольца формируем коржи. Продолжение следует... Продолжение следует... Отправляем коржи выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут. Вот такие нежные коржи получились. Даем им остыть. Готовим крем-шарлон с рикотой. Копш наливаем в желтки, сливки, сахар и ванильный сахар. Все это хорошо перемешиваем и ставим на огонь. Постоянно перемешивая, варим до загустения. Накрываем пищевой пленкой и даем остыть. В чашу добавляем сыр рикотта. Возбиваем миксером. Не прекращая взбивать, добавляем по одной ложке заварную основу. Постоянно перемешиваем. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой нежный крем у нас получился Собираем наш торт Добавляем наш торт Добавляем наш торт Отправляем торт в холодильник На несколько часов пропитаться Украшаем торт Тертыми орехами и свежей клубникой Тертыми орехами и свежей клубникой Тертыми орехами и свежей клубникой Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Миндальный торт в меру сладкий и никого не оставит равнодушным. С ним особенно приятно пить чашечку чая или кофе. Продолжение следует... Желаю всем приятного чаепития и до новых встреч!